Приветствую всех зрителей моего канала, давно меня не было, а то были причины в виде отдыха от работы и называется этот отдых отпуск. В данном видео будет просто болтовня под мой геймплей с парочкой советов. Кто смотрит меня не первый раз, тот явно заметил мою тягу к снайперским винтовкам, да и вообще мою лютую любовь к классу снайпер любых шутеров. Для меня не важно как сложно играть за этот класс, я получаю удовольствие в любом случае. Многим не по душе искать прицели противников на большой дистанции и не принимать участие в ближнем бою, но это стереотипы не более. Я покажу на своем примере как можно играть с винтовкой на малых дистанциях не хуже штурмайков, при этом остаться в живых, забираю врагов. Хотя я себя не считаю даже средним игроком, но вижу что ниже среднего играет большинство. Расскажу несколько фишек игры за снайпера, которым научился сам и уже после этого узнал об их существовании. Итак поехали. Движение. Как говорят движение это жизнь и в нашем случае это самое необходимое для выживания на поле боя. Думаю никто не будет отрицать тот факт что мертвые уже не убивают. И для того чтобы кого-то завалить нужно самому остаться в живых. Основная задача научиться целиться в движении. Искать врагов, уходить от обстрелов. Как угодно хреново, но главное не стоять на месте. Пусть ваши движения мешают вам же самим целиться. Вот так вас намного тяжелее достать даже на открытом месте. После каждого выстрела всегда смещайтесь в сторону во время перезарядки. Так вас тяжелее выцелить в случае со снайперской дуэлью, когда вы один на один за пару сотен метров метаете свинец друг в друга в надежде попасть. Нередко попадаются снайпера, которые после выстрела не стоят в той же позиции, что обычно чревато для них. Мое правило заметил, откуда по тебе бьют и остался после этого на ногах, то покажи этому человеку как надо стрелять. Добей его и желательно в голову для большего подрывания пукана на том конце монитора. Второй немаловажный фактор снайпера это меткость. Именно от умения метко стрелять зависит большая часть успеха, так как снайперу на один фраг нужен всего один выстрел в голову на любой дистанции. Не скажу, что я владею этим делом в совершенстве, но 50 процентов где-то набитых мной фрагов сделаны именно через сказки противников. Вы спросите как научиться метко стрелять? Да отвечу просто. Нужна обычная практика, не более. Не бойтесь мазать, это естественно во время обучения. Лучше пять раз попытаться попасть в мишень, чем выцеливать его полминуты и рискуя получить пулю в лоб, но так и не выстрелив ни разу. Целиться нужно только перед самим выстрелом, дабы не бликовать для всех остальных выдавая свою позицию. Тактику такого прицеливания вы наблюдаете сейчас на экране. Сидеть постоянно в прицеле в надежде, что сейчас на вас выйдет соперник. Это верная смерть. Заметил кого-то, быстро навелся, в ту же сторону прицелился и щелкнул. Так и делать. Старайтесь с одной позиции больше трех-четырех фрагов не делать. Как минимум эти три-четыре фрага уже знают куда за вами идти. Пистолет. Пистолет это ваше основное оружие в ближнем бою. К его выбору подходите по своим навыкам владения тем или иным стволом. Я делаю упор на скорострельность, так как точность в упор мне не так важна. Это и как показала практика, так она и есть. Первым выстрелом почти всегда встречаю даже в упор с винтовки без прицеливания и после попадания или промаха фраг почти всегда будет живой. Выхватываем пистолет и добиваем его с одновременным уходом в сторону с линии огня. Не всегда это удается, но с опытом и временем получается все увереннее. Также не забываем использовать мины растяжки. Ставить желательно в проемах дверей, узких коридорах и прикрывать подходы к вашей позиции со спины. Штуковина рабочая. Несколько фрагов закатку всегда добираются именно этими минами. Как бы смешно не звучало, но снаб очень легко сбивает самолеты и выбивает мозги пилотам дирижаблей и прочей малоподвижной техники. Особенно этому способствуют бронебойные патроны, которых у вас с собой 5 штук. Легкая наземная техника при удачных попаданиях теряет очень прилично. Главным условием является попадание под прямым углом. Для самолетов достаточно бить в проем двигателей, либо кабины с пилотом. Если вы очень меткий, либо везучий, вам хватит даже обычного патрона для вывода из строя целого бомбардировщика, блядь. А, извиня, чуть простыл. По людям бронебойные патроны использовать не столь эффективно. Ну вот в принципе и все маленькие фишки. На самом деле их куда больше. Если будет интерес к данной теме, сниму отдельное видео. Поставьте лайк автору за труды и пишите кем вам нравится играть в батли, да и вообще в шутерах. Благодарю за просмотр и до новых встреч.